Привет, милашки! Вы на канале Q10 Channel. Мне не верится, что я снимаю видео на этот канал, но у меня уже накопилось достаточно большое количество пустых баночек. По вашим комментариям я вижу, что вам интересна эта тема, поэтому я решила оставить это видео и все-таки снять его на этот канал. Канал я закрывать пока не собираюсь, поэтому изредка хочу сюда выкидывать такие видео. Целый пакет пустых банок просто тяжеленный, и видео будет сегодня длинное, поэтому берите что-то попить, покушать, и давайте разбирать, что я уже использовала. В последнее время у меня накопилось достаточно гелий для душа, который я пытаюсь добить до конца и губить новую партию, поэтому в этом выпуске будет много пустых баночек от гелий. И первая пустая банка это гель от Иврошер с лилей. Он очень вкусно пахнет и хорошо оставлял аромат на теле, но если долго стоит, у него запах очень меняется, искажается и становится неприятным, поэтому долго ими пользоваться нельзя. И по-другому нельзя, потому что они очень экономные. Больше пока покупать не буду, как-то я их перелюбила, но в качестве экономного и вкусно пахнущего геля для душа однозначно имеет место быть, и ему я оставлю огромный плюс, огромную пятерку. Следующий гель для душа это Джонсонс. С чем это? С гранатом. Ну, довольно неплохой был гель для душа. Густенький, вкусненький, ну, не более. И цена у него такая самая, как у обычных гелей. Среднестатистический гель на четверочку. А вот эта пустая банка, это мое противоречие. Я искала хороший гель для умывания, чтобы он был крем-гелем, и чтобы он не вызывал у меня раздражение на лице, мне посоветовали вот такой Нивия гель, но это гель с какими-то вкраплениями, якобы скраб. И это не очень хорошо влияет на этот гель, потому что для кожи вокруг глаз это сплошная беда. Он очень царапает, не смывает макияж, и оставляет какую-то жирную пленку, которая не вымывается. Я не чувствую эффекта очищения. Я его даже до конца полностью не использовала. Советовать я его не хочу, хотя фирму Нивия люблю. Мне не понравилось. Раньше я обожала вот этот антиперспирант от Гарниер, с вот таким вот дозатором. У них очень вкусный запах, но вот эта последняя партия меня очень разочаровала. Он стал скатываться под подмышками в какую-то пудру, муку, если я вспотела, и запах не держится вообще. Я не знаю, в чем проблема. Я взяла невидимую ледяную свежесть. Может дело в самом аромате и в эффекте, но в последнее время я их больше покупать не буду. Я очень разочаровалась. Если давать оценку тем, что были до этого антиперспиранты, именно таким же самым вот таким яичком, то пятерка, именно этому двойка с минусом. А что тут у нас? Что тут у нас? А что это за классные, в скобочках, патчи для глаз? Патчи для глаз с черными жемчужинами. Эсфолио. Покупала в Еве целую банку, и они стоили достаточно небюджетно на то время. Я вам даже покажу, что тут даже что-то осталось. Вот такие они темненькие. Пахнут еще более-менее нормально. Но, 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 но. Очень щиплет под глазами. До такой степени, что у меня появляется аллергия, и я начинаю щасаться. В чем прикол, я не поняла. Мне не понравились. И они у меня так и простояли. Очень долго. Очень. Очень нравится упаковка. Но не нравятся сами патчи. Если у вас чувствительная кожа, я не советую вам покупать и тратить на это деньги. Дальше. Эйвен. Эйвен с краблят тела, с ароматом персика и грейпфрута. Вот такой. С крабом для тела его назвать очень сложно, потому что это какой-то крем. Тоже с украплениями. Они чем-то похожи с тем гелем для умывания от Нивея. Запах вкусный. Даже немножко приторный. Не хочу его использовать еще раз. Мне не понравился. Как такого эффекта скрабирования я не увидела. Может чисто для увлажнения кожи после прийти, да. Но как отдельный вид скраба для тела, ставлю с большой-большой натяжкой четверку, но второй раз не куплю и вам не советую. А дальше идет мой любимчик. Я уже использую не одну банку этого крема. Матирующий. Он очень классно работает на моей жирной коже. Классно пахнет. Хорошо увлажняет. И тем же самым скрывает жирный блеск на коже. Классно подходит для использования под макияж. И у них, что самое интересное, стеклянная банка, не пластик. И бюджетный. Очень классная марка. И у меня уже очередная баночка заканчивается. И я опять куплю такой же. Мне прям зашла серия. Там есть и для нормальной кожи, и для сухой кожи. Поэтому вы можете выбрать для себя, какой вам надо. Я уже сама забыла, что у меня там лежит в этом пакете пустых банок. И постоянно хочется вытянуть что-то для вас интересное. Следующая идет у меня, что это маска для волос и питания от Pantin. Я помню, покупала по акции в Еве. Плохо помню, была она хорошая или плохая, но хорошо пахнет. Ну, классная эта маска. Работала, я помню, как кондиционер для волос. Хорошо волосы расчесывались. И действительно был блеск золота на волосах. Особенно на темных, как у меня. И она была достаточно бюджетная, но быстро закончилась. Поэтому ставлю я четверку, возможно вернусь еще раз. Так, дальше. Мицеллярная вода. Хирудодерма. Если я правильно прочитала. Эту мицеллярочку я брала за 60 гривен в аптеке. Да-да-да, в аптеке, девчонки. Там тоже продается косметика. И первое, что у меня сломался, по-моему, это дозатор. Очень неудобный дозатор в виде дозатора. Вот такого, знаете, как у жидкого мыла. И мне пришлось вот так вот ее хранить и просто выливать на ватный диск. Это очень неудобно. Но сама мицеллярная вода была среднего качества. И я уже сейчас не пользуюсь мицеллярными водами. Поэтому ничего не скажу. Ну, обычная мицеллярка на четверочку. А вот, кстати, и бальзам-ополаскиватель с этой серии, который я вам недавно показывала. По-моему, тоже был неплохой. Но из-за того, что здесь очень мало миллилитров, всего лишь 200, он у меня просто улетел в момент. Поэтому, если у вас короткие волосы, вам подойдет. На густые волосы нужно очень много этого средства. Но по своим характеристикам мне понравился. Четверочку заслуживает стабильно. Возможно, куплю еще раз. Никогда бы не подумала, что еще раз куплю что-то от фирмы Эвелин. Но консультант в Еве меня уговорила, чтобы я попробовала пудру Эвелин. Я тогда искала пудру именно вот такую рассыпчастую. И эта пудра, она не просто рассыпчатая пудра, она с ароматом персика. И у нее не прозрачный цвет, а немножко пижеватый. Потому что есть еще пудра с бананом. Я ее, кстати, тоже купила попробовать. И она прям белая-белая, она выбеливает лицо. Так вот, девочки, вы не поверите, но эту пудру я использовала до конца. Это для меня был полнейший шок. Во-первых, потому что она мне понравилась, реально мне зашла. А во-вторых, я ее реально хотела добить, чтобы она мне не оставалась и не пропадала. Но она не пропадает, потому что она классная и хорошо работает. Именно поэтому я купила на замену банановую пудру. Но она мне нравится меньше, во-первых, запахом банана. Очень яркий, едкий аромат. И она все-таки выбеливает лицо, что мне не очень нравится. Я люблю немножечко, чтобы был оттенок у пудры. Но, тем не менее, пудра хорошо фиксирует и на 4 часа без дополнительных припудриваний мне хватает. И, конечно же, стоимость всего лишь 100 гривен. Поэтому я очень советую вот эту пудру. Мне она очень зашла именно в персике. У нее очень такой легкий, нейтральный запах. Обязательно куплю еще, когда добью банановую. Еще один гель для души. Я вам говорила, что их будет много. Мистер Марселлиус. Опять гранатом. Ну, в общем, надоел мне этот аромат гранаты. Лучше брать вкус. Или клубники, или лайма. Тогда это будет действительно классный гель для душа. Но гранат он такой средненький. Мне, например, нравятся эти баночки. И как они открываются. Очень удобно. То есть, не нужно травмировать свой маникюр. И все. Очень классные. Заходят на ура. Мне нравится. Единственное, не остается никакого ароматного шлейфа на коже. Но не беда. Для того, чтобы умыться. Очень даже классный гель для душа. Ставлю ему четверочку. А вот еще одна пустая баночка из-под кремушка. С той же серией Natural Effects. Это увлажняющий ночной крем я брала. Но я не помню, чтобы он не сильно зашел. Он был немножечко гуще, чем дневной крем. И еще у него были какие-то частички, которые должны были растворяться на коже. Но за счет своей плотной текстуры он мне не понравился. И не очень зашел аромат. Но это лично мне, потому что мне нравится тот зеленый кремушек. В общем, опять же, эта серия очень классная. Пятерку ставлю только за то, что мне понравился тот крем. Очередной антиперспирант от фирмы DAF. После того я решила попробовать вот такой спрей. Он мне понравился больше. Нравится аромат. Но сейчас я пользуюсь антиперспирантом Garnier. И он мне нравится в три раза больше, чем DAF. Вот видите, надо было все-таки попробовать и сравнить другие антиперспиранты, чтобы понять, что DAF не лучшее. Этот спрей намного лучше, чем шариковый. Но тоже как-то не хватает его надолго. Аромат есть, но эффекта ноль. Поэтому ставлю тройку с плюсом. И еще раз покупать буду уже задумавшись точно. Наконец-то закончила свой аромат от Faberlic. Аромания с белым чаем. Не помню, как пахнет. Очень легкий, цветочный, чайный. Реально запах, если хочется легенького на лето, подойдет. Он не сильно стойкий, но и не сильно дорогой, чтобы париться. Мне нравится эта серия, но мне нравятся более цитрусовые ароматы. Там есть такие. Да, пятерочку поставлю, потому что все-таки покупаю уже не один раз. Очень люблю. Все знают мою любовь к скрабам от фирмы Energy of Vitamins. И в этот раз я хотела попробовать что-то еще этой марки. И взяла пенно-солевой скраб с ароматом сливочно-ванильного суфле. Я не люблю запах ванили. И я очень ошиблась. Во-первых, запах, аромат. Мне не подходит. Мне нравится. Слишком он такой прям ванильный. Фу. И сама структура, текстура этого скраба очень непонятна. Как будто вы натираетесь мягким песком. Знаете, когда на пляже перемешать песок с водой, вот такой же будет эффект. И еще будет пахнуть ванилью. Я не поняла прикола и фишки этой штуки. Чисто как спа-эффект, да. Но как скрабирование нет и больше не куплю. Новичок в моих пустых баночках. По-моему, эта фирма тоже Эсфолио. Just Kauai называется. Кто знает фирму, напишите, пожалуйста. В Еве продаются разные вот эти баночки. Это, например, у меня был крем для рук. Мне понравилась упаковка. Такая необычная. И цена была хорошая. Сам крем для рук, он был очень водянистый. Достаточно быстро впитывался. Но чтобы я прям была от него в восторге, я не скажу. Но за баночку дотягивает на четверочку. Второй раз не куплю. Как-то вот мне зашло. Не мое. Да, девчонки, я уже так изрядно подустала от этих баночек. Не знаю, как вы там держитесь. У меня еще осталась вот столечка. Давайте все разберем до конца. Выбросила я наконец-то свои любимейшие тени. Вот вы не поверите. Бывает такое, что бюджетная косметика заходит лучше, чем не бюджетная. Тени фирмы Lamelle. Я вам не раз уже делала с ними макияжик. Очень классные тени. Универсальные оттенки. И сами тени тоже хорошие. Но вышло 40 годности. Я решила больше их не использовать, потому что какая-то аллергия попала на глаза. Я не знала от чего. Возможно от теней. Потому что они уже просроченные. Но, блин, это просто вау. Вот реально классно. У меня некоторые рефилы уже просто дудырки использовались. Но из-за того, что у меня было много теней, я их не успела добить. Прям ставлю пятерку с плюсом за такие бюджетные тени. Такое качество. Это просто нужно поискать. Из неприятненького тушь от A1. Супер шок. Заказала по дурости. Просто я не вспомнила, что у нее такая кисточка. Я вообще не люблю огромные кисточки. Не, люблю огромные кисточки у туши. Здесь она именно вот такая. Просто как мой глаз размером. Понимаете? Я не знаю, как ей можно накрасить нормально глаза. И она берет столько туши, что просто они все слипаются. Она у меня практически полная. Я ее не люблю, эту тушь. Просто вот как, знаете, как у молодежи. Я тупану и взяла ее. Нет. Однозначно не двойка от меня. Даже на двойку она не тянет. Чисто за упаковку красивую, да, можно поставить два. Моя любимейшая, просто обожаемая в последнее время подводка для глаз черная от Belle. Стоит она 110 гривен. Я не знаю, где ее еще можно купить. У меня просто тут рядом с домом в магазине косметики небольшом продается она. На сайте я не знаю, есть ли она. В чем ее плюс? Это в ее наконечнике. Он настолько удобный, что стрелки получаются просто одним прикосновением. Это раз. Во-вторых, если он немножко подсох, его можно достать, перевернуть. И на той стороне он такой же самый. И можно рисовать. Я, наверное, раз пять переворачивала этот наконечник. И до конца использовала весь айлайнер. Очень классный. Прям очень. Всем советую. Меня даже один раз спросили, как я так красиво нарисовала стрелки. Вот, запоминайте пятерка однозначно. Еще забыла сказать про плюс этого айлайнера. То, что он хорошо смывается любым средством. Он не рассмывается. И когда нужно его подправить или мокрой ватной палочкой, или салфеткой, он идеально делает тонкую линию и не оставляет развода. И последний, последний кандидат в пустые ванночки. Это почти полный карандаш для губ. Что за фирма Luxe Visage? Взяла его еще, когда у нас был простор в городе. Когда он еще работал. Потому что мне показался этот оттенок красивым. Но на самом деле он уходил в какой-то коричневатый веш. Что для моей кожи это некрасиво. Так как никто у меня таким не пользуется, я его просто выбросила. Потому что он бесполезный. Не знаю куда использовать, так что думаю, ну что он будет пылиться. Сами карандаши Luxe Visage мне нравятся. Но этому за счет оттенка ставлю двойку. И себе тоже ставлю двойку за то, что так опрометчиво поступило. Так что улетел в пустые баночки, больше у меня появляется такой оттенок не будет. Ну вот и все девочки, это все пустые банки. Я надеюсь у вас хватило сил на это видео. Если хватило, пишите что вы использовали. Или хотели попробовать, а я вас обломала. Будет очень мне интересно. И скажите пожалуйста, я уже наверное 10 тысяч раз спрашиваю этот вопрос. Что вы хотите, чтобы я вам снимала? Пожалуйста, помогите мне опять вернуться на этот канал. Потому что я отдохнула. У меня теперь есть куча сил, энергии. Для того, чтобы продолжать эту сферу. Потому что мне ее не хватает. Буду ждать от вас комментариев. Спасибо, что были со мной. Увидимся, надеюсь, в следующем видео. Всем пока!